Ой, я сейчас сам такой пирог приготовлю! Поработаем карандашами! Играем с буквами! Один, два... Белый медведь! Хорошо поработал! Ой, бода! Бода! Научу вас путешествовать! Бода Борода! Статуя Свободы! Привет, дети! Сегодня я научу вас... Не бояться великанов! Привет, Бода! Но великанов не бывает! Скажете, не бывает! А это тогда кто? Статуя Свободы! Статуя! Не смешите мою бороду! Вот схватит вас эта статуя! Будете знать! Начнем подготовку! Морфы налево! А я в кусты! Понятно! Нам попался особо опасный экземпляр! Семирогий зеленчик! Бода – это не рога, а корона с лучами! Они освещают светом свободы семь континентов и морей! А еще в короне – обзорная площадка! Зеленчик схватил морфиков! Держитесь, верные мои морфы! Я вас спасу! Вход в статую вот здесь! Внутри можно увидеть каркас статуи! А по центру лестница в 356 ступеней! Ага! Сейчас мы по этой стилетестнице быстро к великану в голову соберемся! Сдавайся, великан! Я приполз! Я опоздал! Великан уже морфиков сожрал! Бода, морфики уже на второй смотровой площадке! Хе-хе, еще не сожрал! Но собирается! Вон, газовая горелка! И кулинарная книга! Ну точно сейчас зажарит! Бода – это не книга, а табличка с датой принятия Декларации независимости США 4 июля 1776 года Держитесь, храбрые мои морфики! Я иду! Ой, морфы, хорошие мои! Целый! Их, пора нам выбираться отсюда! А ну, поставь нас на землю, Душегуб! Мы тебя не боимся! Что? Обожди, Душегуб, не ставь нас на землю! Хотите узнать побольше про статую Свободы? Это они о ком сейчас? Бода, да вот же! Знаменитая статуя Свободы! Ее создали во Франции в честь столетия независимости США! Каркас проектировал Гюстав Эйфель, тот же, который сделал Эйфелеву башню! Потом статую Свободы разобрали на 350 частей, перевезли на корабле в Америку и собрали обратно! Хм, тонкая работа! Итак, дети, сейчас я научу вас путешествовать, как статуя Свободы! Внимание! Вот так примерно! Хорошо, что великан статуей оказался! А то я от посмерти боюсь этих великанов! Теплоход! Привет, Бода! Привет, дети! А вы чего это еще не собраны? Мы же отправляемся в дальнее плавание, на Карибы! Ух ты! Бода, но этот теплоход никуда не плывет! А вон тот как раз отчаливает! Стойте! Вы мачту с парусом забыли! И меня с бородой! Ой, куда? Что-то я притомился за этой лодкой бегать! Надо бы поспать! Бода, на теплоходе есть каюты! Что такое? Караул! Идем на дно! Вместе с водой! Бода, это шлюз! Их строят, когда в разных частях реки разный уровень воды! Так как корабль не может перепрыгнуть, его поднимают или спускают в шлюзи! Так бы и сразу и сказали! Эх, как же хорошо на Карибах! Капитан приглашает пассажиров собраться в зале на обучающие занятия по технике безопасности! Опять чему-то я должен всех учить! Отдохнуть на Карибах не дадут! Вы можете также воспользоваться свистом! Спасибо, коллега, что подменили! Итак, сейчас Бода научит вас свистеть! Берете свисток! Так, что куда-то... Бода, это спасательный жилет! Если на теплоходе случится обаре, то его нужно надеть, чтобы не утонуть! Уважаемые пассажиры, через несколько минут мы прибываем в город Мышкин! Что за Мышкин? Мне на Карибы нужно! Мы плывем по реке Волги! Карибы в другой стороне! Ну что за команда? Не знают, что мы на Карибы плывем! Бода, вообще-то это капитан! Это капитан! У кого борода больше, но ты капитан! Левая руля, правая руля! Держим курс на Карибы! Мы прибываем в город Мышкин! Стоянка теплохода три часа! Кто разрешил прибывать? Отставить прибывать! Ух ты! А это что за невиданность? Это Успенский собор! Бода, ты куда? На Карибы? Карибы это там! А здесь вот что! Дети, я проверил! Мышкин – это город человеческий, а не мышачки! И вот еще что добыл! Мышкин – старинный русский город на Волге! Смотри, а вот наш маршрут! Впереди еще много других интересных городов! Ух ты! Ладно, на Карибы завтра! А сегодня поплыли в разные интересные города! А Юнг-то ничего! Борода маловато, но справляется неплохо! Великие географические открытия! Привет, Бода! Куда ты идешь? Привет, дети! Сегодня я научу вас совершать великие географические открытия! Бода, на Земле не осталось ни открытых мест! Сегодня вся планета видна из космоса! Это раньше люди многого не знали про Землю! Они отправлялись в путешествие и находили новые страны и моря! Это и называется географическим открытием! Самое великое географическое открытие совершил Христофор Колумб! Он искал новый путь в Индию! Ну, по ошибке открыл Америку! Здорово, да? Ладно, дети, сделаем как Колумб! Скажем всем, что летим в Америку, а сами откроем что-нибудь великое! Бода, во времена Колумба самолетов не было! Он плывал на корабле! Ого! Хе-хе! Вот это избушка-плавушка! Хе-хе-хе-хе! Хе! Ладно, поплыли! Эй! Давай-давай-давай-давай-давай! Эй! Ну-ну! Давай еще! Эй! Ну еще! Ай! Будь! Эх! Дети! Зачем вы мне сломанный корабль подсунули? Бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр-бр! Бода, нужно поднять парусам и поймать в них ветер! Хитро придумано! Пункт назначения Америка. Маршрут построен. Через 200 метров поверните направо. Бода, во времена Колумба навигаторов не было! Хм! Так-так-так-так-так-так-так-так! А это еще кто? Это сирены! Выдуманные существа! Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля! Девушки! Если я прямо поплыву, а Америка там будет! Угливые какие! Ура! Приплыли в Америку! Паспортный контроль! Это еще одно выдуманное чудовище! Кракен! Считалось? Что? Хватит умничать! Нужно срочно спасать Бода! Ой, Бода, извини! Сейчас! Маршрут построен. Следуйте на север и через 200 метров поверните направо. Видели? Хе-хе, как я его? Будет теперь знать, как Бода в Америку не пускать. Ну, долго ещё? Уже целый час плывём. Колумб плыл до Америки много месяцев. Что? Так, дети, всё. Видите, Морфик позеленел. У него морская аллергия. Пора возвращаться. Смотри, Бода, чайки. Значит, Земля поблизости. Я же говорил, мы обязательно что-нибудь откроем, а вы все домой-домой. Ура, дети, мы открыли новую Землю. Я нарекаю её Америкой. Шучу, Бодобородий. Хе-хе-хе. Бода, это же Канарские острова. Их открыли очень-очень давно. Тут останавливался и Колумб, чтобы починить свой корабль. Теперь здесь есть его музей. Дом Колумба. Подумаешь, очень-очень открыли. Мы их точно ещё не открывали. Сейчас исследуем. Морфы, а и там музей. Бода, а как же Америка? В Америку отправимся в следующий раз. На самолёте. Не зря же Колумб её для нас открывал. Хе-хе-хе-хе. А имя не урега. Озеро Эльтон. Лодка. Палатка. Хе-хе-хе. Удочка. Привет, Бода. Привет, дети. Сегодня мы едем на озеро Эльтон. Вроде всё собрал. Эльтон – необычное озеро. Точно. Фотоаппарат забыл. Всё необычное нужно фотографировать. Ого-го-го-го. Ха-ха, сколько снега. Пока добирались, зима наступила. О, да это не снег. Так, Морфики, ставьте палатку, а я чай сделаю. Вот, дети, учитесь. Так нужно проводить отдых у озера. Кто насыпал соли в мой чай? Бода, твой чай никто не сольил. Ты взял воду из озера. А в озере Эльтон вода солёная. Вот придумали. Это в море вода солёная, а в озере пресная. Ну-ка. Солёная. Кто насыпал соли в моё озеро? Бода, это просто такое солёное место. Здесь везде соль. На берегу у места песка. На дне соляная корка. Раньше здесь соль добывали. Эх, ладно. Чай попили. Теперь на лодке прокатимся. Бода, ты не плывешь, а скачешь. Думаете, легко плыть по такой твёрдой воде? Это не вода твёрдая, а озеро мелкое. Летом оно от семи до пятнадцати сантиметров глубиной. Эх, это значит легко будет рыбу ловить? Бода, рыба в Эльтоне не водится. Хе-хе. А что же там ещё-то водится? Птица, что ли? Хе-хе. 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 Ха-ха-ха-ха. Я теперь солёный, как огурец. Хе-хе. И глаза щипец. Надо помочь, Бода. Но что из этого ему поможет? Солнечные очки, бинт или обычная вода? Обычная вода, она смоет соль. Бода, после солёной воды нужно помыться пресной. Тогда и глаза щипать перестанет. Какое-то ненастоящее у вас озеро. Чай солёный, рыбы нет, купаться щипец. Как красиво, смотри, Бода. Озеро гладкое, как зеркало. И вода окажется розовой из-за водорослей. Ладно. Давайте фотоаппарат. Хе-хе. Ух ты. Ха-ха-ха-ха. Так необычно аж красиво. Щоп. Эй, вы что грязь развели? Всю красоту испортили. Морфики принимают грязевые ванны. Здешняя грязь лечебная. Ой, что-то я приболел. Пора лечиться. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха-ха. Ха-ха-ха. 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 Не, на удочку здесь много не поймаешь. Зато на фотоаппарат. Я же вам говорил, Эльтон необычное озеро. А вы чуть фотоаппарат не забыли. Подводный туризм. Привет, Бода. Привет, дети. Сегодня я научу вас подводному туризму. Это вот так, например. Ха-ха-ха. Хе-хе-хе. Ну вы насмешнили. Хе-хе-хе. Там очень красиво. Рыбы. Морские цветы. Осьминоги. Затонувшие корабли. Киты. Ого. Тогда за мной. Стой, Бода. Надо сначала научиться пользоваться аквалангом в специальной школе. Дети. Я только что закончил школу аквалангов. А, ну то есть дайверов. И сейчас я научу вас учиться. Учу... Ой. Ух ты. Как красиво. Вот это да. Э, так, дети. Не отвлекайтесь. Нам нужно посмотреть. Эм, да. Рыбы. Рыбы. Есть. А теперь цветы. А вот и цветы. Цветы. Есть. Нет, Бода. Это рыбка. Эй. Я имею в виду вот. Это медуза. Бода, осторожнее. Если до нее дотронуться, она может ужалить. Ай-яй-яй-яй. Дети, не трогайте медузу. Ищите цветы. Вот. Это точно цветы. Актиния… Хе-хе. Сейчас букетик для мамы сверут. Актиния называют морскими цветами. Но, на самом деле, это полипы. И они тоже могут ужалить. Дети, не трогайте цветы. Ищите осьминога. А-а-а-а. А-а-а-а-а. А-а-а-а. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Ой, чего это? Бода, это осьминог. Если его напугать, он может выпустить защитные чернила или даже ужалить. Я ради них школу окончил, а им лишь бы ужалить. Так, остались затонувшие корабли. Дети, что мы делаем, когда не можем чего-то найти в незнакомом месте? Спрашиваем у прохожих. Правильно. Молодой человек, не подскажете, как пройти к затонувшему кораблю? Бода, это акула. Ой, смотри, птичка. Ух, чуть не ужалило. Бода, смотри, затонувший корабль. Ух ты. А что я вам говорил? Подводный туризм – это очень положительно. Так, сейчас перекусим и будем искать кита. Так, сок. Не хочу. Бутерброд. Тоже не хочу. Все, дети, под водой хорошо, а дома вкусней. Передайте киту, что я его не дождался. Пусть зайдет ко мне, как освободиться. Ну ладно, ладно. Фото на память. Буква Я. Привет, ребята. Привет, Бода. Сегодня я расскажу вам про букву Я. А морфики покажут вам слова на Я. Хе-хе-хе. Нет. Это слова на другие буквы. Вам нужно будет показать яхту, ящерицу, яблоко и язык. Поняли? Нет. Да не сейчас, а когда скажу. Итак, дети, это буква Я. Я? Не надо мне подсказывать. Ай-яй-яй, бедненький Бода. Что я собирался вам сделать, рассказать, показать? Бода, ты хотел нам рассказать про Я. А морфики должны были показывать слова. Рассказать про Я. Я. Хм. А, кстати, кто я? Хм, ничего не помню. Какая-то борода тут. Бода, ты забыл, кто такой? И ничего я не забыл. Сейчас все вспомню. Ну что вы стоите? Показывайте, что вы там хотели показать. И что это такое? Яхта. Начинается на букву Я. А, я рыбак. Плаваю на яхте. И-и-и, дети. Хе-хе, вот так селедку я поймал. Нет, Бода, ты не рыбак. Не мешайте. Сам догадаюсь. Это что еще за дикобраз? Это ящерица. Начинается на Я. Какая это вам ящерица? Это детеныш дракона. А я – укротитель драконов. А я – укротитель драконов. Нет, Бода, ты не укротитель. Ты… Что? Я – яблоко? Ой. Ой. Э, о, как это? Нет, клянусь бородой. Я не яблоко. Нет. Язык тоже на букву Я. Э, точно. У меня самый невероятный язык. Со мной туристы фотографируются. Так, вот так сейчас. Посмотрите, смотрите. Сейчас покажу. Бода, я… Ой. Ой. Угу. Бедненький Бода, ты опять упал. О, дети, привет. Сегодня я расскажу вам про букву Я, а морфики покажут вам слова на Я. Показывайте. Ну, что такое? Вы всё перепутали. Нужно показывать слова на Я. Бода, морфики уже показали слова на Я. Это какие? Я. Я. Ящерица. Яблоко. Язык. Тогда я покажу вам ещё одно слово на Я. Это слово Я. Дети, запоминайте. Я – это Бода Борода. То есть Я. Ну, понимаете, Я. Хе-хе, вот так вот. Пока, ребята. Пока. Пока, пока. Пока. Пока.